Всем привет! У микрофона ЧСВ это лучшие и худшие танки Германии 5 ранга. Я расскажу вам немного о каждой из машин, вы узнаете их сильные и слабые стороны, а также получите мои рекомендации по тому, что лучше всего сейчас скачать. Ну и как всегда, кратко, ясно и по делу. А еще хочу вас похвалить, под предыдущим роликом вы набрали всего за пару дней больше 6000 лайков, а значит голды для розыгрыша будет больше. Ну и надеюсь 10000 лайков не за горами. Ну что же, давайте начнем, приятного просмотра. Самый низкий боевой рейтинг среди 5 ранга Германии у Ягдтигра 6 и 7. Это огромная тяжелобронированная САУ на базе танка Королевский Тигр. Убрали башню, снабдили 250 мм рубкой и 128 мм пушкой, а весить это все стало более 75 тонн, что разумеется не лучшим образом отразилось на подвижности этого сарая. Королевский Тигр сам по себе не пример грации, но тут все реально печально, особенно с разворотом на месте. Броня с одной стороны полностью защищает Ягдтигра в лоб от пушек второй мировой. Попав в топ, на нее можно рассчитывать, но ведь кидает и выше, причем нередко. А там уже и кумулятивы, и птуры, и даже иногда ламы. С такими снарядами Яга справиться не может. Благо экипаж большой, это конечно повышает живучесть, но без казны или без движка долго ты все равно не проживешь. Пушка стреляет каморниками с хорошим уроном и пробоем, но есть все же два негативных момента. Первый это перезарядка более 20 секунд, не есть хороший результат для любого танка Вар Тандера. А второй это калибр, 128 мм снаряд, не всегда адекватно себя ведет в реалиях механики объемных снарядов. И может попросту испариться, встретив неровность на броне, какой-то трак или еще что-то такое. По факту Ягдтигр очень сложная сау для дистанционного боя и скорее для опытного танкиста, который ищет для себя челлендж. Ужасная скорость, своеобразная пушка с плохой перезарядкой и постоянные бои внизу списка. Это не то, что нужно новичку. Хочешь бесплатные золотые орлы? Поставь лайк этому видео, подпишись на канал, прожми на колокольчик и оставь положительный, ну или негативный комментарий. Главное, пиши туда свой актуальный ник из Вар Тандера и получи шанс выиграть тысячу золотых орлов. Чем больше лайков, тем больше победителей. 5000 лайков, 3 победителя по 1000. А если будет 10 тысяч, то победителей станет 8. А результаты прошлого розыгрыша ожидают вас в конце видео. М48А2Ц. Американский средний танк, который оказался на службе Бундесвера. В нашей игре у него боевой рейтинг 7.0. Паттон это сбалансированный по своим характеристикам танк. Он обладает броней, которая способна его защитить от неудачных выстрелов пушек танков с БРом пониже, а иногда и даже одноранговых. У него хорошая скорость вперед и назад, передвигаться по карте вообще не проблема. Но при этом высоковатый силуэт. Замечается он очень быстро, уж поверьте мне. Пушка у него 90-мм американка с возможностью стрелять как каморниками, так и кумулятивами в 320 пробоя. Каморники хорошо дамажат и отлично себя показывают, если ты застал кучу врагов в борт. А вот кумулятивы пробивают все тяжелобронированные советские танки на любой дистанции. Идеально возить и те, и другие снаряды, но новички и неопытные игроки могут в принципе играть полностью на кумулятивах. Перезарядка очень хорошая, как собственно и у ВНы. Но у Паттона есть проблемка. Пушка расположена достаточно низко в башне, и когда ты выезжаешь из-за холма, то враг может осуществить выстрел все же первым. А так, как по мне, хороший и универсальный танк. Кугель Блиц. Зенитка с боевым рейтингом 6,7. Как видите, база танка Панцер 4, на которую немецкие инженеры установили бронекапсулу. С двумя авиационными 30-ти миллиметровыми пушками. На вид весьма экзотичная техника. Кугля довольно медлительно брать первым респом и ехать на точку, затея не самых умных. Не лучшим образом обстоят дела и с бронированием. Защиты нет практически ни от чего. Но, за счет бронекапсулы, Кугля довольно-таки живучая, как для зенитки, и время от времени будет переживать урон от танка. Да и с воздуха в рубку ее не забрать. Кстати о танках. Бронелента в 95 миллиметров пробоя даст прикурить большинству танков в борт, а некоторых заберет даже в лоб. Так что на позднем этапе боя не стыдно будет и с танчиками зарубиться. По самолетам Кугля работает с переменным успехом. Скорости наводки и плотности огня достаточно. Это хороший зенитк, чтобы сбивать самолеты второй мировой. Но как только попадаешь против реактивов, а это будет часто. Ну не списка, это у нас дефолт. Так вот, с грамотными реактивами проблемы все же есть. В целом, для обеспечения защиты от летки и для поздних этапов боя Кугля вполне себе вам подойдет. Мардер А1, боевой рейтинг 7.3 и это новинка. Немецкий легкий танк со всеми вытекающими. Брони нет, но есть скорость. Мардер быстрее тяжелых и средних танков противника. У него лучше оптика и есть возможность проводить активную разведку. Но на самом деле это не лучший танк для рандома. Очень спорное вооружение. 20-ти миллиметровая автопушка и 4 Птура Милан. Сделать пуск Птуром можно только остановившись. Да и урон от него очень даже рандомный. По сути, 2 ракеты на танк где-то уходят. Короче, это вариант только для дальнего боя. И то быстро ракеты кончаются. А автопушка не то, чтобы как-то дамажила. Она еще и практически ничего не пробивает. В ближнем бою даже заехав в борт особо не повоевать. Огромный плюс это дымовые гранаты. За ними можно 2 раза успешно укрываться. Вот получается, что Мардер либо как вариант для захвата точки и быстрый выход в самолет. Либо танк чисто для дистанционного боя, который не претендует в лучшем случае на более чем 4 фрага. Как-то ворваться или же в ближний бой он совсем не могет. Такой себе танк. Есть ЛТшка и получше. Ну а вот собственно и она. Советская БМП-1 за Германию с аналогичным боевым рейтингом 7.3. Это тоже легкий танк со схожими с Мардером скоростными характеристиками. Шустрая, с низким профилем. Плюс еще и за счет отсутствия брони иногда хавает вражеские снаряды. Ну как иногда, достаточно часто на самом деле. Для дальнего боя советский ПТУР на 4 выстрела. Тоже с рандомным уроном, но в случае БМП она не лишается своих зубов, отстрелив все ПТУРы. Ведь в башне 73-мм безоткатная пушка, стреляющая кумулятивами в 300 пробоев. У них плохая баллистика, они долго летят до цели. И по сути это оружие скорее ближних и средних дистанций. Но они все же убивают танкистов, а это главное. Конечно, по советской традиции пушка вниз не опускается, но зато есть автомат заряжания на 5 секунд между выстрелами. Вне зависимости от количества экипажа и его навыков. Из специальных возможностей есть плавание, но с этим не стоит перебарщивать. Также дымовые гранаты и даже ТДА. Дыми сколько влезет. БМП-1 танк на любителя, но если сравнивать с Мардером, то это бриллиант. Леопард 1 средний танк, боевой рейтинг 7.3. В данном случае немцы сделали упор на скорость, подвижность и огневую мощь, а не на защиту. Броня первого Леопарда не всегда способна защитить даже от каких-то лоурангов. Выживаемость Леопарда, считай, ее нет. Отчего и нужно играть на этом танке, скажем так, не совершая ошибок. Леопард быстрый танк. В бою вы будете успевать куда вам угодно. Но не стоит забывать про то, что внизу списка Леопарду противостоят колесники. Да и на своем родном БР есть все же легкие танки побыстрее. Вооружен он 105-мм пушкой Л-7 и у нее хорошая перезарядка. Намного лучше советских пушек, например. А также доступны приятные ОВНы. Основные снаряды это подкалиберы и кумулятивы. В чем разница? Кумулятив лучше пробивает. Например, на дистанции по ИС-4 лучше стрелять именно таким снарядом. Но дамаг будет похуже. Летит снаряд дольше и не лучшая баллистика. БПС же чуть приятнее дамажит. Не взводится об кусты и с него легче попадать. Я бы брал основным снарядом именно подкалибер и несколько кумулятивов. Хеш-фугас не лучший выбор и подойдет, ну разве что в упор, когда танк высовывает свою кум башню. Да и то это вряд ли. Либо не берите, либо всего лишь там пару штук. А играется Леопард скорее от флангований, средних и дальних прострелов. Благодаря плохой бронезащите, а также чрезмерному приближению прицеля, в ближнем бою Леопарда скорее всего накажут. Дымовые гранаты кстати у него имеются. Ну и последняя техника на сегодня это Птуровозка. Первая Птуровозка в ветке Германии. Рак Панцер 2. А боевой рейтинг 7,7. У нас в игре она считается самоходкой, но по сути это совершенно другой и новый класс. Танк без какого-либо другого вооружения кроме Птуров. Корпус тут от Ягдпанцера 4.5, а значит никакой броней живучести. Но как плюс шикарная подвижность и скорость вперед. Ну и еще и назад. Но пушки здесь нет, как вы уже заметили. Вести бой придется управляемыми ракетами первого поколения. Тут установлены сразу две пусковые установки Птура СС-11. Пробитие за глаза целых 600 миллиметров. Но не стоит преждевременно радоваться. Урон рандомная ракета летит ну очень медленно. От нее можно успеть спрятаться или как-то еще что-то доизменится за время полета. И ко всему этому управляется ракета с клавиатуры. Да-да, ВАСТ вам в помощь. Никакой наводки по прицелу. А это дано явно не всем. Ракпанцер 2 это респовая крыса, которая хоть и может стрелять на большей дистанции. Но пусть еще и попадет. А еще и нужно сделать как-то фраг из-за того, что дамага-то нет. На данный момент это кактус. Конечно, если ты не играл раньше на Птуровозках, может и зайдет. Там посмотреть на анимацию перезарядки и попускать ракетки. Но если речь идет об эффективности, это явно мимо и не про Ракпанцер. Да еще и постоянные бои внизу списка уже даже против теплаков. Да, это как бы не очень прикольно. Ну что, уважаемые зрители, вы все видите сами. Пятый ранг Германии не самый богатый на технику или хорошие сетапы. Плюс куча посредственных машин. А ведь когда-то все они были топами. Ну ладно, что я вам могу порекомендовать. М48. Крепкий средний танк. Ну почему бы и нет. Кугля зайдет в сетап с Королевским Тигром на 6.7. И наверное БМП-1. Хотя некоторым может он и не зайти. На любителя можно сказать Леопард-1. На нем нужно уметь правильно играть, чтобы его реализовывать. А извращенцам, немцефилам и скиловикам может зайти Ягдтигр. Хотя бы за счет внешности. А вот что трогать я вам не советую, так это Мардер и Роктпанцер 2. Если конечно не хотите отправиться на пенсию чуть раньше положенного срока. А теперь голда. Кирилл солидарен со мной, что КВ-1 немецкий достаточно токсичный танк. Ну что ж Кирилл, поздравляю, тысячу голды твои. Игорь Игорь Игореван просит голды, да пожалуйста дядь получай, забери их главное у себя в личном кабинете улитки. А супергейминг нам вот тут как бы оставляет информацию, что класс 3П это имба. Ломает враговые тайминги, не боится ломиков от Дарда и Брэдли в лоб. Да, кстати класс 3П в определенных условиях действительно имба, особенно в топе. Но это не важно, а важно то, что ты супергейминг рус, получаешь от меня тысячу золотых орлов. Все красавчики, молодцы, поздравляю вас с победой. На этом у меня все, всем удачи, счастья, здоровья и пока-пока.